Даже если вы уже закончили вуз и у вас хорошая работа, это еще не повод прекращать образование. Можно совершенствоваться в рамках своей специальности или же выбрать другое направление, которое придется по душе. О возможностях образования в нашей сегодняшней программе. Учиться всегда пригодится, гласит народная мудрость. Современный мир не стоит на месте, а значит, если вы хотите идти в ногу со временем, нужно постоянно совершенствоваться. В последние годы выросла популярность второго высшего образования. Имея две специальности, человеку проще ориентироваться на рынке труда. Работодатели вообще начинают ценить в сотрудниках такое качество, как стремление к самообразованию. Так что работник, получающий дополнительные знания по своей специальности, может рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице или просто оставаться незаменимым сотрудником. Все зависит от поставленных целей. У Юли уже два высших образования – техническое и экономическое. Новая цель – освоить английский в совершенстве. Первоначально это было хобби. Первоначально это интересны другие страны, интересны другие культуры, интересно вообще, как живет мир. Много времени мы были закрыты достаточно страной, но сейчас границы открыты, и хочется посмотреть и мир, и хочется как-то общаться с миром. Поэтому язык нужен без этого никуда. Изучение иностранного языка – одна из самых популярных образовательных услуг. Кроме того, в России высоко котируется зарубежное бизнес-образование. Востребованы и профессиональные курсы с последующей стажировкой. Есть короткосрочные такие курсы, например, в Англии. Это могут быть как индивидуальные уроки, так и групповые, в мини-группах, по два-по три человека. При этом должен быть, безусловно, английский выше среднего. И такие программы могут длиться как несколько недель, так и несколько месяцев, и до полугода, и до года. Чтобы освоить некоторые профессиональные направления, нет нужды отправляться за пределы России. Многие самарские вузы и институты дополнительного образования предлагают интересные профессиональные программы обучения, при этом по более низким ценам. Впрочем, что касается изучения английского, то именно поездка за рубеж может быть самым оптимальным вариантом получить знания. Плюс языковых программ за границей в том, что участвовать в них можно, имея любой уровень языка и в любое время года. Другой плюс – занятия ведут профессиональные преподаватели, носители языка. Поэтому происходит полное погружение в языковую среду. Хотелось бы, конечно, большую разговорку. Но свободное говорение – это главный приоритет. Потому что с грамматикой и с прочим мы как-то разобрались, а то, что говорения хочется свободного. Стоимость обучения варьируется в зависимости от сложности, длительности программы, типа образовательного учреждения и, конечно же, страны. К примеру, изучение английского в Великобритании или США обойдется гораздо дороже, чем сравнимая программа на Мальте. Несмотря на то, что это небольшое государство в Средиземном море, оно располагает очень хорошей атмосферой для обучения и, в том числе, совмещением отдыха. В общем-то, тоже для взрослых людей очень важно. Лучше выбирать май, первая половина июня, либо сентябрь-октябрь. Когда еще есть возможность отличного пляжного отдыха, ну и поток студентов не такой большой, как с середины июня по конец августа. Это уровень английского очень хороший на Мальте, поэтому качество не пострадает. По стоимости на 20-30% дешевле, чем в Великобритании. Итак, как выбрать учебное заведение? Вначале определите для себя программу, по которой хотите учиться, и статус учебного заведения. Для этого сравните рейтинги и отзывы студентов. Отметьте варианты, подходящие вам по большинству параметров. Рассчитывая ориентировочную стоимость программы, обратите внимание на предполагаемый сезон вашего обучения. Как правило, учиться летом дороже. Конечно, нужно прежде всего спланировать даты своей поездки, потому что от этого зависит, естественно, и стоимость, как самой программы обучения, проживания, перелета, еще каких-то моментов. В некоторых странах есть даже дополнительные надбавки за период обучения, проживания, например, летом. В общем-то, это нормальная практика учебных заведений. Также нужно закладывать время для оформления визы. Если это шенгенская страна, то это примерно 2-3 недели. Если Великобритания, то это нужно минимум 2 месяца иметь до начала поездки. Америка, Канада побольше, даже по пределах 3 месяцев нужно иметь, для того, чтобы успеть отстоять очередь в виртуальную посольство и попасть на собеседование. Выбирая школу, обратите внимание на возрастной ценз. В большинстве образовательных учреждений ограничений нет, но если вам далеко за 30 или 40, будете ли вы чувствовать себя комфортно в группе с 18-летними подростками? Помните, есть школы, которые ориентируются исключительно на студентов зрелого возраста. В основном это программы для руководителей, куда тинейджеров просто не принимают. На сегодня это все. Надеюсь, наши советы вам помогут. Изучайте азбуку потребителя вместе с нами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok